МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брежнев, как ни странно это звучит, многие годы старательно вел дневник. Писал он с грубыми грамматическими ошибками, перевирал фамилии, но его записи помогают понять, чем жил руководитель великой страны. Получил костюм спортивный от легкой промышленности. Принял Романова Григорий Васильевич, Ленинград. Принес малогабаритный телевизор. Приходил Могилевец, заместитель управляющего делами ЦКП С образцами шерстяной куртки, не подходит. Говорил с Абрасимовым. Он говорил о впечатлении Хонекера. Я попросил ГДРовский фен. Петр Андреевич Абрасимов был послом в ГДР. Эрих Хонекер, руководителем Восточной Германии, сделать фен, чтобы советский вождь мог укладывать волосы, а он придавал значение своей прическе, отечественной промышленности оказался не под силу. Переговорил с Городовиковым, первый секретарь Калмыцкого обкома. Он наговорил мне уйму просьб. Мне трудно было его понять. Много говорил с Косыгиным о Новикове Игнатии Трофимовиче. Новиков был заместителем главы правительства по строительству и его работе. Трудно мне было разобраться. Забили козла. Говорил с Черненко и Долгих о поездке в Испанию. Там при упоминании моего имени все встают. Хотят издавать на своем языке мою книжку «Малая земля». Работал в Кремле. Вечером был в цирке. Когда в октябре 64-го к власти в стране пришел Леонид Ильич Брежнев, решительно никто не предполагал, что он будет руководить Советским Союзом 18 лет до самой смерти. Как ни странно, Леонид Ильич, и через три десятилетия после смерти во многом остается для нас загадкой. Обычная характеристика, добрый, сентиментальный, любящий жизнь во всех ее проявлениях и не любящий работать, общительный, доступный, обаятельный, умел очаровывать. Малая Брежнев, красивый, уважительно относящийся к людям, добрый, умный парень, хороший человек. Ну, прямо уж не только женщины от него, понимаете, от любви к нему трещали по всем швам, но и мужики влюблялись. Многолетний референт генерального секретаря Евгений Самотейкин рассказал народному артисту СССР Матвееву потрясший его эпизод. Я его подвел. Следующее совещание. Леня то-то, то-то, Юра то-то, то-то. Меня, говорит, пропускает как мебель, как будто меня нет, и пошел дальше. Так, все свободны. Самотейкин, а вы останьтесь. Не ты, и не Женя. Самотейкин, а вы останьтесь. Ну, я, говорит, я все понимал. Все понимал. И вот какую фразу. Что ты говно, так это знает только я. А вот что я говно, уже вся страна знает. Говорит, вон с глаз моих. Ну, гениальная фраза. Ну, вот. Ну, вот. Я, говорит, пришел, вот сел сюда, где я сейчас сижу, а мы с ним там наверху пили чай. Это ночью было. Ну, и все, ну, все, конец. Уже время не то, никто меня не посадит. Мне вежливо скажут, что вы переходите на другую работу. И вдруг по селектору. Как там Соня? Думаю, какая Соня? Слышу голос его. Вспоминаю, жена, моя сонная жена. Спасибо, Леонид Ильич. Сегодня уже температура у нее другая. Пониже все. Спасибо. Ну, хорошо, хорошо. Ты там привет ей передай. Все. Снял. Гениальная сцена. Вот драматургия. Он наказал, потом понял, что он сделал ему больно. И чтобы ничего не случилось, он не может сказать, что ты там не обращай внимания, а спросил, как у жены, все, и снял это дело. Весь вечер я сидела рядом с ним, вспоминала певица Галина Павловна Вишневская. И он, как любезный кавалер, всячески пытался развлечь меня, да и вообще был, что называется, в ударе. Хорошо одетый, черноволосый, не старый мужчина, ему тогда было 57 лет, энергичный и очень общительный, компанейский. Щеголял знанием стихов, особенно Есенина. Он мог вспылить, послать матом, но быстро отходил. Но не был добреньким. Добреньких в политике не бывает. Брежнев хладнокровно одолел всех соперников, реальных и потенциальных. Леониду Ильичу не хватало образования, но он был искушенным политическим бойцом и мастером аппаратной интриги. У Брежнева было чутье на людей. Он четко представлял, кто за него, а кто против. Когда его избирали, то осведомленные и близкие к высшей власти люди уверенно говорили, что Леонид Ильич в этом кресле временно и скоро его сменит более сильная фигура. Александр Николаевич Шелепин, секретарь ЦК, заместитель главы правительства и председатель комитета партийно-государственного контроля. Партийного контроля боялись еще больше, чем КГБ. Шелепин был человеком с характером, строгий, по долгу службы суровый. Кто-то подлепил ему кличку «Железный Шурик». Какой это «Железный Шурик». «Железный» должен все зажать, подмять под себя. Это был бы «Железный». Он был демократичный по своему духу, по натуре. Он любил шутку, любил розыгрыш. И вообще был милый, симпатичный парень, человек. Я пришел в партийный аппарат в 1966 году. В 1966 году. Когда еще окончательно не был решен вопрос, кто все-таки будет первым лицом, Брежнев или Шелепин. И это я почувствовал. Вот любой первый секретарь, который приходил, тот, кто заходил к Шелепину, Брежневу, то обязательно шел и к Шелепину. И наоборот. То есть не было того, чтобы вы пришли только в один кабинет. На всякий случай вы заходили в оба кабинета. Но Шелепин настроил против себя товарища по партийному руководству разговорами о том, что члены Политбюро оторвались от масс. Подготовил записку о том, что вождям партии необходимо вести себя скромно, крайне щепетильный, не делал себе никаких поблазий, за все платил из своего кармана. Высказался против того, чтобы члены Политбюро сами себя награждали орденами. Задел товарищей за живое. Как-то на одном из заседаний Политбюро он выступил за то, чтобы пересмотреть все, что связано с привилегиями руководящего состава. Речь шла и об оплате, и о содержании, и о дачах, и о специальном питании, об автомашинах, и все, что связано, в общем, с привилегиями. Молчание. Никто, ни слова, наконец, Подгорный говорит, ну вот, Саша ведь у нас народник, вот, придумал вот и эту вещь. И похоронили. А Брежнев с неудовольствием обнаружил, что выходцы из Комсомола реально занимают важнейшие должности в стране. И госбезопасность, и внутренние дела, и радиотелевидение, и ТАСС, все у Александра Николаевича Шалепина. Там все его товарищи сидят. Все ребята, которые работали вместе с ним и под его руководством. Это же ключевые позиции. А Леонид Ильич очень боялся за свое поведение. Он все боялся, что как бы не объединились против его и не освободили его. Вчерашние комсомольцы в своем кругу говорили, что Брежнев не способен руководить страной, и его должен сменить Шалепин. Комсомолятор, ну, который, так сказать, вместе с ним работали в комсомоле, знают его данные, организаторские способности, его... Они пускали слух. Вот у нас есть железный Шурик. Кстати, мы в школе все его звали Шурик, действительно, Шурик. И вот, значит, тут тоже назвали, значит, но железный Шурик. И говорят, это... Брежнев, это временное. А вот у нас растет Шалепин, железный Шурик. Вот он и будет генеральным секретарем. Были такие среди нас дурачки, которые, поддав, вставали даже на стол и кричали, да здравствуй, Шалепин. Ходили слухи, что уже составлено теневое правительство, которое возглавит страну после прихода к власти Шалепина. Я думаю, это миф. Ничего не... Может быть, по пьяной лавочке где-то чего-то и говорили, но ведь кто у нас по пьяной лавочке не создает разные группы, которые распадаются в этот же вечер? Вот. Как протрезвеют и группы нет. Ближайшим соратником и другом Шалепина был молодой председатель КГБ Владимир Ефимович Семичастный. Рядом с Микояном, с Подгорным, с Услом, с Брежневым да мы были еще комсомольцы в коротких штанишках. И нам что-то возглавлять и на что-то претендовать даже смешно было. Став партией хозяином, Брежнев сразу же задумался о том, что нужен другой председатель КГБ, преданный ему лично. Мне звонит Брежнев и говорит, что слушай, Володя, не пора ли тебе переходить в нашу когорту? Я понимаю, о чем речь. Я говорю, а что вы имеете в виду, что конкретно и о чем речь? Ну вот, может, тебе уже хватит там в этом комитете, все, может, сюда перейдешь к нам, не называя, куда там. Я говорю, Лентьевич, вероятно, нет. Рано еще. Ну, как же тут. Я, во-первых, всего тут три с небольшим года, а потом после Октябрьского плен, мы только, прошло тут три-четыре месяца, я говорю, думаю, что, наверное, пока надо повременить. Ну, ладно, ладно. И все. Больше, правда, он не возвращался к этому, но он мне уже тогда забил гвоздь и дал понять о том, что есть, понимаете, вопрос, и он, понимаете, зреет где-то там в голове генсека и какие-то предпринимаются шаги. В марте 1967 года, поехав в Индию на похороны своего мужа, индийца, дочь Сталина Светлана Аллилуева обратилась в американское посольство с просьбой о политическом убежище. Скандал на весь мир, а для Брежнева желанный повод обвинить Семичастного в потере бдительности. 19 мая 1967 года на заседании Политбюро Семичастного сняли с должности председателя КГБ и отправили работать на Украину. Потрясенный Владимир Ефимович вернулся на Лубянку после Политбюро, собрал своих заместителей и объявил, что уходит. Приемные поручения заходят, в здании члены Политбюро, я говорю, что значит члены, сколько их там? Все Политбюро? Много. Я говорю, ну а где они? А там они вот вошли через подъезд ваш, давай сюда и в кабинет приглашай. Вот они появились, вот такой чайок, кофе, можно нам присоединиться? Я говорю, Андрей Павлович, тут можно и другое, если пожелаете, это же комитет возбезопасности, найдем. Да нет, нет. На Лубянку приехали члены комиссии по передаче дел в КГБ. Секретарь ЦК Кириленко, председатель комитета партийного контроля Пельша, первый заместитель председателя Совета Министров Мазуров. Политическая карьера семичастного завершилась, когда ему было всего 43 года. Другие в этом возрасте еще стоят у подножия Олимпа и зачарованно смотрят вверх. Он не верил, что все кончено и назад возврата нет. Я уже уехал с Лубянки часа в 4-5 утра, потому что я отправил 5-6 коробок с книгами, там совсем потом бумаги ненужные сжег, там отдал секретариат, что, что, ну, расчистил, освободил все, что для того, чтобы человек сел и работал. Вот так ему влетело от Брежнева за то, что меня, во-первых, оставили на ночь, разрешили, а во-вторых, что не изъяли из сейфа бумаги, они чуть ли не ожидали, что там план переворота есть. Леонид Ильич не упустил ни одной возможности поставить на важный пост своего человека. Ключевые должности занимала Брежневская Южная Когорта, которую знающие люди делили на разные группы. Днепропетровскую, Молдавскую и Казахстанскую. В зависимости от того, где тому или иному чиновнику посчастливилось поработать с Леонидом Ильичем. Начал комплектовать свое окружение слишком близкими людьми, особенно из Днепропетровска, даже родственников, понимаете, и тот же, понимаете, зять его, и сын первыми замминистрами стали, один в МВД, другой во внешней торговле, ну а среди зампредов Саумина из 11 зампредов пять было из Днепропетровска. Я и говорил, что сходила шутка тогда, что история, периодизация истории России делится на три части. Петровская, послепетровская и Днепропетровская. Леониду Ильичу понадобились годы на то, чтобы убрать из политбюро сильные и самостоятельные фигуры. Он был внешне доброжелателен, но с особой брежневской хитростью всех разогнал. Оставил в политбюро тех, на кого мог полностью положиться. А до того постоянно ждал подвоха от товарищей по партии. Он же помнил, как легко удалось снять Хрущева. Председатель гостеля радио Николай Николаевич Месяцев, бывший секретарь ЦК Комсомола, сказал про члена политбюро Кириленко, что у того всегда пустой стол, и он сам с собой от скуки в крестике нолики играет. Это стало последней каплей. Гостеля радио Месяцева сменил Сергей Георгиевич Лапин. Человек с очень консервативными убеждениями и едким юмором. У Брежнева Лапин пользовался неограниченным доверием. Сергей Георгиевич этим пользовался и наиболее важные разговоры начинал такой фразой. Я вчера обедал с Леонидом Ильичом. После этого возражать Лапину решался лишь тот, кто завтракал или ужинал с генеральным секретарем. В аппарате Центрального комитета партии не осталось ни одного человека, ни одного человека, который был бы связан с ЦК комсомола, когда там работал Шелепин. Независимо от того, секретарша это или первый зам. Никого не осталось. Один отдел расформировали за ночь. Шевлягинский отдел, значит, был целый отдел. Утром приходит, отдела нет. Брежнев объяснял членам Политбюро, что во время его выступлений следует вставать и аплодировать, показывая премьер-залу. Может, это нехорошо, но необходимо. Став первым человеком в стране, он жаждал почета и наград. Ему казалось, что прежде его заслуги недостаточно отмечались, особенно во время войны. Он участвовал в параде победы в июне 1945 года на Красной площади в качестве комиссара сводного полка 4-го Украинского фронта. Эти хроникальные кадры часто повторяли в те годы, когда он был главой партии и государства. Бравый, веселый генерал смотрелся очень выигрышно, но у других на груди было богаче. Леонид Ильич считал себя обделенным наградами. Вот вы не задумывались, он ведь, по-моему, только однажды был герой социалистического труда, остальное был герой Советского Союза. Ну вот почему? Вы не задумывались над таким вопросом? Почему он не стал дважды героем социалистического труда, а героем Советского Союза? Понимаете, вот когда у него вот это произошло изменение, у него были всегда, он в этот период вспоминал период войны, он был контужен, там, ну говорят, что там он ничего не делал, ну может быть, я не знаю, он не герой войны, ничего, на войне он был, он был контужен, у него вот эти запечатлелись военные годы. В армии Леонид Ильич чувствовал себя неплохо и нравился подчиненным, у него был природный юмор, он относился к офицерам по-человечески. Офицеры, служившие с Брежневым, рассказывали Евгению Матвееву, как они обратились к Леониду Ильичу с просьбой. Решили мы, значит, к Брежневу подойти, к полковнику. Вот, товарищ полковник, надо было в Сочи съездить. Зачем в Сочи? Ну, проверить там госпиталя, как там в госпиталях идет работа, сколько вы просите. На один день. на один день проверить госпиталь можно, а если с девками, то просите три дня. И эту справку я видел своими глазами подписан. Замечательный блеск. Вот из этого складывается человек, и его обаяние человека. Леонид Ильич с возрастом все чаще вспоминал войну. Это были по существу приятные воспоминания о красивой и здоровой молодости. В конце 70-х, даже 80-х годах, когда он был совсем-совсем, и он мне говорит, ты думаешь, я вроде всегда такой был? Вот посмотри какая фотография. И он мне дает свою фотографию генерала на параде победы. Там такой будь здоров стоит красавец мужчина, от которого в тот период, да и потом без ума были женщины. Окончив Курский землеустроительно-миллиардативный техникум в 1927 году, Леонид Ильич недолго поработал землеустроителем в Курской губернии и получил назначение на Урал. Перед отъездом в дальние края Леонид Ильич женился на Виктории Петровне Денисовой. Виктория окончила 9 классов и поступила в Курский медицинский техникум. С Брежневым они познакомились на танцах. Во внешности Виктории Брежневой бдительные сограждане обнаруживали семитские черты и считали ее еврейкой. До крайности озабоченный этой темой академик Игорь Шафаревич рассказал в интервью, как однажды пришел к Солженицу. Александр Исаевич с пятимесячным сыном гулял во дворе. О чем же вы говорили, поинтересовался корреспондент. Честно, о национальности жены Брежнева признался академик Шафаревич. Тогда ходили упорные слухи в народе, что ее девичья фамилия Адресаевич считал, что она украинка. Помешавшихся на евреях у нас немало. Викторию Петровну прямо спрашивали о ее происхождении. Она отвечала, что не еврейка. Объясняла, что имя Виктория ей дали потому, что рядом жило много поляков. Среди соседских девочек это имя было распространено. Леонид Ильич ласково называл жену Витей. Виктория Брежнева получила диплом акушерки, но практически не работала. Занималась мужем и домом, а потом и детьми. Они обосновались под Свердловском, снимали комнату. Тут у них родилась дочь Галина, позднее появился сын Юрий. Купили лошадь и ездили на санях. Брежнев полюбил охоту, оставшуюся его главным развлечением на всю жизнь. Виктория Петровна создала мужу надежный и комфортный тыл. В доме у нее было уютно, она прекрасно готовилась сама, а впоследствии поваров, которые полагались Леониду Ильичу, научила готовить так, как ему нравилось. Хотя к еде он был достаточно равнодушен, и вкусы у него были простые. Виктория Петровна заботилась и о гардеробе мужа. Сама подбирала ему костюмы и галстуки. На фоне серой, одинаково одетой чиновничьей массы, Леонид Ильич выглядел весьма элегантно. Позволял себе светлые тона, иногда появлялся без галстука, носил неформальные курточки и водолазки. Конечно, с годами чувство тускнеет, а Брежнев всегда пользовался успехом у женщин. Леонид Ильич даже особенно и не стеснялся своего интереса к слабому полу. Видно было, как он провожает взглядом любую маломальскую, так сказать, хорошенькую женщину, будь то из обслуживающего персонала, официанток или еще кого-то. Это все было абсолютно точно. После избрания Брежнева один из руководителей комитета партийного контроля, вернувшись с заседания секретариата ЦК, рассказал. Удивил новый первый. Сказал сегодня, ну и работенку вы мне подкинули, некогда и к девкам сбегать. Как-то Брежнев позвонил первому секретарю ЦК Компартии Украины Петру Ефимовичу Шелесту. Пригласил Завидова на утиную охоту. На охоте были Брежнев, Подгорный, Гречка, Машеров. Наезжали Полянский и Демичев, записал Шелест в дневнике. Много говорили обо всем, меньше всего о делах, много пили. После первого дня охоты вечером, когда за столом изрядно выпили, Брежнев пригласил к столу какую-то девку. Все время лизался с ней и буквально распустил слюни, а затем исчез с ней на всю ночь. Гречка с благословения Брежнева подарил нам хорошие охотничьи финские костюмы. Вырвавшись из дома, Леонид Ильич не упускал ни одной возможности, даже если находился за границей на виду. В 73-м он поехал в Соединенные Штаты без жены. Он туда вызвал, это 73-й год, значит, он вот вызвал кто-то из его двух адъютантов, поехал в Вашингтон, где стоял, ну, собственно, его Брежнева, самолет и привез одну из стюардесс, которая с ним, бортпроводниц, которая с ним всегда, собственно говоря, летала, и она оставалась там в этом домике. Он с ней познакомил президента Никсона, потому что они встречались, как-то уходя, Никсон улыбнулся ей, поклонился и сказал, берегите его. Часто рассуждают о раннем и позднем Брежневе. Мол, первый сделал много полезного, а второй был больным человеком, оттого страна и впала в застой. Вот если бы Леонид Ильич вовремя ушел, его бы вспоминали с благодарностью и восхищением. Наивные рассуждения. Брежнев взял власть, чтобы покончить с хрущевскими реформами, которые представлялись партийной верхушке ненужными и вредными. Статистика неопровержимо доказывает. Десять лет, когда страной управлял Хрущев, были лучшими в советской истории. После сталинское освобождение вдохнуло силы в народ и позволило поднять уровень жизни. Вторая половина 50-х время феноменальных достижений советской экономики. А дальше началось затухание экономического роста. И вот главный показатель успешности развития страны при Хрущеве. В начале 20-го века ожидаемая продолжительность жизни в России была на 15 лет меньше, чем в Соединенных Штатах. В конце 50-х при Хрущеве произошел столь быстрый подъем продолжительности жизни, что разрыв с Соединенными Штатами был почти полностью ликвидирован. А после Хрущева, при Брежневе, началось снижение продолжительности жизни у мужчин, и разрыв стал быстро нарастать. Отсутствие образования часто толкало Никиту Сергеевича к неразумным и бессмысленным новациям, над которыми потешалась вся страна. Оттого свержение Хрущева не вызвало недовольства. Напротив, люди были рады, возникла надежда на обновление и улучшение жизни. Мы, юные пионеры, перед лицом коммунистов и комсомольцев всего советского народа, все как один клянемся, дорогой партии идти всегда готовы! Но быстро выяснилось, Брежнев боится перемен. У него нет свежих идей, и они ему не нужны. Он не собирался проводить какие-то серьезные реформы или преобразования. Он вовсе и не размышлял на эти темы. Политика Леонида Ильича состояла в том, чтобы ничего не менять. Он исходил из принципа «Живи и давай жить другим». И это было комфортно для общества, утратившего за десятилетия советской власти стремление двигаться вперед и готовность проявлять инициативу. Алексея Николаевича Косыгина и его бывшие помощники сравнивают с китайским лидером Дэн Сяопином. Говорят о Косыгине с восхищением, утверждают, что если бы ему не помешали, он бы сделал экономику нашей страны процветающей. После войны Сталин устроил ленинградское дело. Самых заметных выходцев из северной столицы расстреляли. Косыгин висел на волоске. Он выбросил в реку пистолет, который остался с войны, чтобы ему не предъявили обвинения в подготовке теракта против Сталина. Но вождь его помиловал. Увидев на совещании, добродушно сказал, ну как ты, Косыга, ничего-ничего, еще поработаешь. Это прозвучало как прощение всех грехов, как гарантия безопасности. В будущем у главе правительства в голову не приходило обидеться на барский тон вождя, который называл его, как дворового человека, кличкой. Из крупных ленинградцев Косыгин уцелел единственный, хотя он был родственником расстрелянного секретаря ЦК Алексея Александровича Кузнецова. В трудную минуту Косыгин и его семейство исчезли первыми, испугались. Когда вдову Кузнецову уже в хрущевские времена выпустили, жена Косыгина, Клавдия Андреевна, прислала ей шубую записку. Зина, ты меня должна понять, я боялась за судьбу Алеши. Многие отмечали, что Алексей Николаевич держался отчужденно, никогда не откровенничал. По словам его зятя, привычка скрывать свои мысли и чувства осталась у Косыгина со сталинских времен. Эти годы наложили отпечаток на характер Косыгина и даже на выражение лица. Устало-досадливое, говоря словами Солженицына. Косыгина поставили во главе правительства, поскольку он не претендовал на политическую роль и не был соперником для партийных секретарей. Но это же определило и слабость его позиции. У него не было поддержки. Это был умнейший государственный деятель, это талантливейший государственный деятель и как человек великолепный, просто с качествами, ну просто, понимаете, замечательными человеческими качествами. Он умел и с людьми работать, с коллективом, он умел, понимаете, и находить подход к любым, и к рабочим, ученым, и к крестьянам, но тогда он еще не был, понимая, такой фигуры. Брежнев постоянно давал понять, что он недоволен правительством, что Косыгин ничего не понимает в сельском хозяйстве, но освободиться от него так и не решился. И, конечно, у них любви и дружбы быть не могло. Ну и Брежнев, обладая чутьем, понимал, что в оппозиции Косыгин против него не участвовал, не хотел, с этим стало было в порядке, а вот освобождение его никаких бы цветочков Брежневу не принесли. Брежнев и Косыгин проработали вместе 16 лет. Сам Алексей Николаевич, интересно, когда-нибудь говорил о своих разногласиях с Брежневым? Никогда. 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 Он о КГБ вот как-то он сказал, ну так это, но никогда ни одной личности он никогда не вспоминал. Никогда. Ни о Брежневе, ни о том, что вот там какие-то там это. Он был очень такой, я бы сказал, сам человек в себе. В сентябре 62-го в «Правде» появилась статья харьковского профессора Евсея Либермана «План, прибыль, премия». Он первым сказал то, что давно понимали думающие экономисты. В советской системе ни промышленность в целом, ни отдельные предприятия, ни работающие на них люди не заинтересованы в том, чтобы выпускать товары, нужные потребителю. Промышленность перевополняет план, выпуская никому не нужную продукцию низкого качества, а у людей нет того, что им необходимо. Профессор Либерман предложил наделить директоров правом самим заключать договоры с партнерами, предлагать более выгодные условия, а часть прибыли пускать на премии своим инженерам и рабочим. Идеи харьковского профессора обсуждала вся страна. Хрущев разрешил провести эксперимент. Пока готовили документы, его отправили на пенсию. Косыгин, став главой правительства, дал указание переработать принципы эксперимента, убрав все, что попахивало западным опытом и противоречило принципам социалистического хозяйствования. Предприятия получили возможность сами распоряжаться частью заработанных денег и составлять себе штатное расписание. Косыгин хотел материально заинтересовать и предприятия в целом, и отдельного работника, чтобы они работали лучше. Реформа провалилась. Она носила частичный характер и не могла изменить ситуацию в экономике. Рынок не появился, а без рынка и конкуренции происходил только рост цен. В нерыночной экономике прибыль можно получить путем увеличения количества и качества продукции, а можно просто повысить цены. Директора, получив некоторую свободу, пошли естественно по второму пути. Главным показателем был объем реализованной продукции в рублях. Если удавалось назначить за свой товар цену повыше, прибыль росла, а конкуренция отсутствовала. Предприятия, получив самостоятельность, не стали работать эффективнее, они просто выпускали более дорогой товар. Сама потребность в реформировании экономики исчезла, когда начался экспорт нефти и газа и в страну потоком потекли доллары. Добыча нефти в Западной Сибири с 70-го по 80-й год увеличилась в 10 раз, добыча газа в 15. Брежневу повезло, в середине 70-х стремительно росли цены на нефть. При Хрущеве цена за баррель составляла 15 долларов, прибрежная поднялась до 80-ти. Нефть и газ составили основу советского экспорта. Неудача реформы наложилась на трагедию в личной жизни. Жена Косыгина Клавдия Андреевна играла в жизни Алексея Николаевича огромную роль. Он был однолюбом. Она была очень такой сильный человек и очень волевой. Она много ему помогла в жизни. И вдруг у нее рак неоперабельный. Пропустили это было до меня еще. Я уже пришел, когда был исход. Вот. И она погибает. И я помню, как он переживал. Алексей Николаевич был от рождения крепким человеком, держал себя в форме. Но смерть жены его подкосила. Роковую роль в его судьбе сыграла прогулка на байдарке, когда он едва не погиб. Спасло то, что там ноги крепятся. и байдарка перевернулась. И он оказался вот так. Ну, хорошо, у него был такой очень сильный карасев, как сейчас помню, фамина начальника хана, он ее просто с байдаркой поднял оттуда. А оказалось, что у него кровоизлияние, но не в мозг, слава богу, а в суборахноидальное пространство. Ну, это между мозгом и черепной коробкой. Это более такой спокойный болек. Его привезли, и все. Ну, мы его вытоняли, все восстановили. После этой истории Косыгин стал болеть. Он уже не мог работать, но покидать свой пост не хотел, хотя врачи уговаривали Алексея Николаевича выйти на пенсию. Если бы мы его вот так, и он бы погиб где-то в кабинете у себя за столом, я бы себя больше проклянул. Я вот так. Хотя я знаю, что мы делали все для того, чтобы сохранить его жизнь хотя бы. Но он погиб в больнице вот внезапно. У него был очень обширный инфаркт. В последние годы Алексей Николаевич часто вспоминал свое кооперативное прошлое. Знакомым с воодушевлением рассказывал об успехах потребительской кооперации в годы НЭПа. Вы представляете, как были обустроены сибирские тракты? На постоялых дворах чисто и уютно, при дорожных трактирах хорошо, сытно кормили. Человек должен иметь возможность каждый день попить пивка, чайку в недорогом кафе. Мы после НЭПа лишились мастеров, портных, сапожников. Где сегодня хороший костюм шить? Мне-то сошьют кремлевской мастерской, а другим? Раньше в Москве на каждом шагу сидел сапожник в будке. Мелкий ремонт, почистить обувь за копейки, пожалуйста. Пирожки горячие на каждом углу предлагали. Похоже, к концу жизни глава советского правительства пришел к неутешительному выводу, что все им сделанное пошло прахом. Раньше было лучше. Одного известного правоведа, которого прочили в министр юстиции, вызвали в ЦК партии и привели к Леониду Ильичу Брежневу. В кабинете генерального секретаря гость, как и положено, отказывался от министерского назначения. Говорил, что есть более подготовленные люди, а он может и не справиться. А ты думаешь, генсеку легко жить и легко работать, укоризненно заметил Леонид Ильич. Вы, наверное, между собой рассуждаете так. Вот Брежнев живет, вся власть у него, ест и пьет чего хочет, ездит куда угодно. Нет, это совсем не так. Сидишь за столом, размышляешь по много часов и думаешь, план добычи угля сорвался, хлеб не созрел, того нет, другого нет и столько еще проблем, что голова идет кругом. Думаешь, думаешь и вдруг озарение. Нашел пути решения всех этих вопросов и не только нашел, но и решил их наилучшим образом. И вот в этот момент просыпаешься, оказывается устал, задремал, сидя за столом, а в жизни все как было, так и осталось. Через два года после прихода Брежнева к власти Политбюро приняло закрытое решение о порядке работы членов высшего партийного руководства. Леонид Ильич был еще в превосходной форме, но режим установил себе щадящий. Рабочий день с 9 утра до 5 вечера с обязательным перерывом на обед. Отпуск 2,5 месяца. Брежнев с первых лет работы генеральным секретарем демонстрировал безумную занятость и жаловался на переутомление. Укоризненно говорил соратникам и помощникам. Приходится буквально все вопросы решать самому. Леонид Ильич пребывал в уверенности, что он один тащит на себе огромный воз, а соратники и вовсе бездельничают. Не любил, когда члены Политбюро уходили в отпуск. Вроде как ему приходится за них работать. Руководитель Украины Петр Ефимович Шелест позвонил Брежневу, доложил о делах и попросил разрешения уйти в отпуск. Заодно поинтересовался у Леонида Ильича, когда тот собирается отдохнуть. Пойду отдыхать при коммунизме, назидательно ответил Брежнев, показывая, что на нем одном все держится. Или может надеяться дожить до коммунизма. С нескрываемой иронией записал Шелест в дневнике. Брежнев покончил с попыткой Хрущева передать часть власти и полномочия на места в регионы. Как сказали бы сейчас, укрепил вертикаль власти. Взял в свои руки все рычаги управления. В Ульяновске это было, я помню. Открывали там Ленинский мемориал. Да, как всегда положено местное начальство, пивон, стол стоит, разговоры писать. И он говорит, тут там, вот говорит, я ведь как царь, как царь, только царь говорит, вам мог деревеньку пожаловать, а я деревеньку, а вот орден могу дать. Но власти оказалось так много, что он не в состоянии был с ней справиться. Никто ничего не хотел решать. Самый мелкий вопрос адресовали первому человеку в стране. Члены политбюро охотно перекладывали на Брежнева ответственность за все происходящее. Другие люди, другие люди, которые его окружали, они сами его, так сказать, никто не хотел ни за что отвечать. Ведь сколько раз говорил члены политбюро, давайте распределим обязанности. Ты отвечаешь за сельское хозяйство, ты отвечаешь, скажем, за нефть, ты отвечаешь за что-то, ты отвечаешь за торговую. нет, нет, они этого не хотели, потому что так вот никто ни за что не отвечает. И поэтому несколько раз делались такие попытки распределения обязанностей, и каждый раз это проваливалось. Чем дальше, тем отчетливее Леонид Ильич ощущал, ничего не получается. Вся власть в руках, он сравнивал себя с царем, а изменить положение в стране был не в силах. Прорывалась тогда вот такая нота. Боже мой, сколько можно об этом говорить? И опять мы об этом говорим, и опять мы об этом говорим, и опять. И у него возникало стойкое нежелание заниматься делами. Леонид Ильич раздражался, когда от него требовали решения. Появилось подспудное желание убежать, укрыться от забот и проблем. Он инстинктивно искал способ снять напряжение, хотя бы на несколько часов избавить себя от груза непосильных проблем. Что мужчина обычно делает в такой ситуации прибегает к помощи алкоголя. Я охотно верю, что он настоящий русский человек, что, конечно же, он наверняка, так сказать, любил выпить на фронте, наверное, не только наркомовские 100 граммов, а, наверное, и, учитывая свое положение, и побольше принимал. Брежнев не пил. Один в молодости, может быть, ну, выпивал, но, по крайней мере, когда я с ним был 15 лет, я не помню, что был какой-то период, когда у него были неприятности семейные, он начал прикладываться к коньяку, но довольно быстро все это кончилось. Он не пил, а снотворными он увлекался. Пока Леонид Ильич был относительно здоров, он мог под хорошую закуску прилично выпить и без плачевных последствий. В 73-м году Брежнев приехал в Соединенные Штаты, ужинал с президентом Ричардом Никсоном. Перед началом вошел слуга, Никсон сказал, вот, с гордостью сказал, я специально заготовил для встречи с вами вот бутылку столичной, она на холоде у меня там стояла, действительно запотевшая бутылка, слуга налил, официант налил по рюмке и унес бутылку, а дальше имелось ввиду белое вино, потом под мясо красное, ну, по классическому образцу, и вошел этот слуга и стал наливать уже в соответствующий бокал уже белое вино, а Брежнев сказал, ну, зачем же так, Вить, ты попроси президента, пусть еще по рюмке водки нальет, ну, официант успел, налив белое вино, уйти, пока я это все переводил, Никсон говорит, ну, Виктор, нажмите там на кнопочку звонка, я нажал, прибежал, официант тот говорит, ну, Никсон ему говорит, налей нам еще по, мол, по рюмке водки, пришел, налил и собирается уходить, и тут Брежнев успевает сказать, да, что он ее уносит, ты скажи ему, что пусть оставит на столе, мы сами разберемся, ну, я это сказал, Никсон улыбнулся, говорит, значит, оставьте нам эту бутылку, ну, короче говоря, вместо белого вина, потом красного, мы эту бутылку тоже допили. Но в последние годы Брежнев уже нуждался в более сильных средствах, чем алкоголь, дававший лишь кратковременную передышку. Он открыл для себя снотворные препараты, которые позволяли надолго забыться. Когда у него возникали какие-то ситуации, он хотел уйти от них, уйти от них, куда сон. Брежнев принимал снотворное, считая, что без таблеток он не в состоянии заснуть. Конечно, пожилые люди не спят так же крепко, как молодые, но без сонницы, как считают врачи, у него не было. Леонид Ильич спал достаточно, но внушил себе, что ему нужно спать больше. При мне он эти таблетки пригоршнями не глотал, но я знал, что вот к концу, к концу уже, после 75-го, скажем, года. Особенно. Он, конечно, резко пошел вниз, и я знал, что вот он стремился уже как можно раньше закончить ту или иную встречу, на которой мне доводилось присутствовать по долгу службы. И потом уходил в комнату отдыха, и к нему уже и с бумагами было не пробиться его помощником и так далее. Это все было, но это потом. Дело не только в том, что Брежневу хотелось спать. Ему надо было хотя бы на время отключиться, уйти от проблем, которые он не в состоянии был решить. Кажется странным, что Брежнев, который прошел войну и выиграл столько политических сражений, был человеком со слабой психической структуры. Он мог упасть в обморок. Психика главы государства не выдерживала стресса. Первый звонок прозвенел еще в 69-м году в разгар событий в Чехословакии. Он очень переживал эту ситуацию. Очень переживал. Во-первых, он многих знал, Дубчик, вот он не знал, как выйти из этого всего. Я не знаю, я точно не знаю, но я думаю, там Суслов и вот и же с ними они на него давили. Может быть, если бы не было вот это, может быть, и по-иному была бы ситуация. Но он очень переживал эту ситуацию. И, короче говоря, шли обсуждения вопросов. Он так вот сидел, Косыгин сидел рядом, кто-то еще там был. И, короче говоря, он упал на Косыгина, вот так. А заснул. Он принял большую дозу снотворного и заснул. Забегает Косыгин. Вот что, да, что, да. А он его тоже Леней звал, я помню. Что с Леней, что с Леней. Вот. Я вышел, вы не волнуйтесь, Но нам надо продолжать переговоры или разговоры. Я уж не знаю, что-то переговоры, по-моему, шли. Но там чехи тут были. Вот как? Я говорю, вы скажите, вот, что вы переносите, да. Леней, встал, он сейчас вот отдохнет и продолжит переговоры. Действительно, он там несколько часов там поспал, умылся, пришел и прошли переговоры. Это был первый раз, когда я столкнулся с этой ситуацией. Потом он держал себя в руках. Такой же случай произошел в ГДР, когда Брежнева ждали на торжественном собрании, где он должен был выступать. А он перебрал снотворного и не мог подняться. Надо ехать на заседание, он спит, Громэко ходит уже, машины подали, он никак не встает. Громэко мне говорит, ну, надо что-то делать. Я говорю, ну, сделаем, вот сейчас вот я буду. Ну, мы там уже применили там тонизирующие препараты, которые я там знал и так далее, и так далее. Это наши уже препараты, которые не были и особенно известны. У меня потом их Андропов просил для, он очень любил хоккей. Говорит, Григорь Иванович, у вас есть хорошие тонизирующие препараты. К вам придет тренер команды Динамо. Вы там поговорите с ним. Ну, не допинг, не допинг, ну, какие-то вот есть у вас такие, вы тонизируете, можете. Так вот, мы применяли препараты, он встал. Брежнев изрядно подорвал свое здоровье в неумеренном приеме снотворных препаратов. Если бы не глотал таблетки в таком количестве, так быстро бы он не сдал. У него бывали какие-то сложные периоды, он хотел заснуть, уйти от всего. И вот он начинал глотать эти снотворные. И, конечно, это сейчас еще есть такие более-менее легкие снотворные, которые легко выделяются там и так далее. А это же было время. Тогда эти снотворные были плохие, они действовали на нервную систему, все, и вызывали дряхление. Но Леонид Ильич вовсе не считал себя больным. Убедить его уменьшить количество снотворных и седативных препаратов не удавалось. Он попал в зависимость от них. Это у нас называется токсикомания, вот так называется, когда вот снотворные, это вот к ним привыкание идет. Сейчас уже лучше. И то есть, даже самые простые, вот есть такой, и сейчас это есть, есть такой препарат Имован называется. Но если вы, они там прямо пишут, что больше двух месяцев не принимайте, к нему будет привыкание. Действительно, я знаю людей, вот к этому, даже вот к современным препаратам привыкают, они уже не могут заснуть без этого препарата. Вот это и привело к такому одряхлению. Он бы, если бы нет, он бы, ну, он бы, конечно, был уже возрастом, все, но он бы держался еще. Врачи уверяют, что они пытались ограничить употребление снотворного, но у них ничего не получалось. Руководители страны охотно делились с Леонидом Ильичем своими таблетками. Андропов мне очень хорошо сказал, когда я пришел к нему и сказал, что, знаете, я отказываюсь вот так в этой ситуации, что-нибудь делать, потому что члены Политбюро суют Брежневу в карман снотворные средства. Он говорит, Григорий Ильич, ну, не будьте вы наивны, он генеральный секретарь. Он человек, да он только скажет, найдите мне снотворное, не только, а прибегут и принесут, и никто не видит, и никто не узнает, только чтобы быть поближе к нему и так быть с ним в хороших отношениях. И ни я, ни вы, никто этому помешать не сможет. Окружающие не понимали, что происходит с генеральным секретарем, отчего он пребывает в таком странном состоянии. Иногда он был какой-то вот в состоянии, ну, это чем дальше, чем больше, в состоянии как бы гроги. Вот где-то что-то вот вроде бы не пьяное, а какой-то вот, ну, вот, или как будто с просонья. Ну, я потом уже это уже прочитал, что он пристрастился к снотворным, то есть стал где-то токсикоманом. Вот. Именно пристрастился к ним. Говорят, что отсюда у него и произошло вот атрофирование вот этого лицевого мышечного аппарата, поэтому стал он очень плохо говорить. Мы ведь использовали все. и все методы, которые только существуют. Более того, здесь такой, он сейчас написал книгу, прямо такой Луфсан, который знает тибетскую медицину. И мы его вывезли и сюда. Это был вообще тоже, как это опять-таки для совершенно секретных. Вот. Он был в Монголии, мы его сюда вывезли, и он там вместе с нашим доктором еще занялся вот этой иглоукалыванием, там вот эти все тибетские методы для того, чтобы поднять. Кстати, Ленитович очень хорошо к ним относился к Луфсану, а он там какие-то обкуривания, все-все-все-все. Лекарственные средства активно воздействовали на биохимические процессы в организме генерального секретаря, определяя его настроение и степень работоспособности. Ослабела память, он с трудом сосредотачивался, забывал, что только что сказал. Когда Леонид Ильич зачитывал обширные доклады, то путал слова. Говорил так, что ничего нельзя было понять. Иногда останавливался, сам себя спрашивал, правильно я прочитал-то? Зал, слыша это обормотание, замирал в изумлении. В телевизионных отчетах, разумеется, все это вырезалось. Оставляли только приличные куски. Но и над ними народ хохотал. В начале 70-х Брижнев выглядел неплохо, правда, несколько располнел. Начал борьбу с весом, чревоугодником он никогда не был, ел быстро и мало, а теперь и вовсе сел на диету и постоянно взвешивался. И еще у него появились первые проблемы с зубами, вернее, с зубными протезами. Речь становилась невнятна. Это его очень мучило, поскольку он считал себя умелым оратором и верил в свою способность произвести впечатление на публику. С годами стал развиваться атеросклероз сосудов головного мозга. Внешне это проявлялось в потере способности к самокритике, к сентиментальности. Он любил старые трофейные фильмы с актрисой Марикой Рёк, которые шли в стране сразу после войны. Эти цветные музыкальные ленты в послевоенной стране произвели огромное впечатление. Леонид Ильич смотрел их вновь, чтобы вновь пережить те чувства. Брежнев не был привычен к большому объему работы и большим нагрузкам, да и не любил трудиться. А когда устранил всех соперников, реальных и потенциальных, утвердился, ему вовсе расхотелось заниматься делами. Хватит, наработался, пора получать удовольствие от жизни. Ему хотелось, чтобы о нём писали, рассказывали, снимали кино и чтобы играл его такой актёр, как Евгений Матвеев. Разумеется, Леонид Ильич мог предстать перед зрителем только в роли совершенно безупречного героя. Когда мы сказали, что, Женя, ты и не рыпайся, и не делай себе целку, ты испортишь себе всю жизнь. На кого чёрт тебе надо? Тебя Суслов сказал, что это должен играть Матвеев. Суслов сказал. Ну, вот аж Суслов, идиот. И я уперся. Что мне делать с Гэ? Брежнев же не говорит Гэ, он говорит, «Э, аварийцы, генералы, так мне-то как? А я знаю, что он может обидеться. Получится, что я дразнё, знаешь, я же не Галкин, знаешь, это, кстати, выходить с пародиями, да? И я к Озерову, говорит, да ладно, потом озвучим как-нибудь. Я к этому самому, к СИЗО-директору, Матвеев, давайте решать этот вопрос принципиально. Вы будете все потом в порядке. Он говорит, ну, артист, народный артист, так играет, всё значит. Я к Ермашу, Ермаш говорит, ну, вот Ленина же играет, картавит все, рабочие, крестьянская эволюция, о которой мечтали большевики, совершилось. Я говорю, да, но Ленин не слыхал, как его артисты дразнят, а мой услышит. И где я буду? В Багадане? И дело дошло до СПСЛО. Дошло. То есть там при каком-то случае, значит, Ермаш спросил, Матвеев нервничает, вот Леонид Ильич не говорит Г, говорит Г. Так как ему, Г-кать или Г-кать? Он говорит, вот все говорят, что я окою, а я ведь не окою. Ничего. Все. Значит, я Г-кать. Все. Он слышит, что он говорит Г. Так ему слышат, что значит, так и говорит. И что ты думаешь? Я в одном монологе вычеркнул все слова, которые есть Г, заменил их на другое, переписал, и все. так и сыграл без Г. Брежневу казалось, что его недостаточно ценят. Он всем руководит, он за всех работает, отчего же его заслуги не отмечаются. Соратники поняли генсека с полуслова. На Леонида Ильича посыпались ордена и звезды. Каждое отличие Брежнев принимал как должное. Для наград ему сделали большую шкатулку. Он часто доставал ордена, как ребенок, перебирал их, с удовольствием принимал премии, почетные звания, даже значки. Давний соратник Брежнева, член Политбюро и секретарь ЦК по промышленности Андрей Павлович Кириленко пребывал в еще худшем состоянии. Кириленко всегда поражал косноязычием и полной неспособностью сформулировать свою мысль, что не мешало его карьере. Он состоял в дружеских отношениях с Брежневым, они были на «ты», и это определяло его вес в партийной иерархии. Андрей Павлович первым потерял здоровье. У него произошло нарушение мозговой деятельности. Но Леонид Ильич Кириленко не трогал. Может быть, ему даже нравилось видеть рядом человека в значительно худшем состоянии, чем он сам. Едем на дачу Кириленко. Я, Генрих Боровик, пенгиз Семенов, режиссер этого фильма, Генрих Боровик, ну, оператор, звукоператор. Все. Мы сели в один ЗИЛ, или ЗИЛ, не знаю, приехали, встречает нас вот такой вот человечек, за километр духами пахло, такой, шитенький такой, такой. сели в саду разговаривать, а он ничего не может сказать. ему Генрих Боровик на огромном щите фанеры пишет, написал текст и поставил, поставил, так сказать, вот сюда, чтобы он читал, а он без очков читать не может, а значит, паскачет не хочет. это был такой кошмар. Но я помню детали. спасибо Леониду Викторовичу, что он про меня вспомнил. он знал, что снимается фильм, что я уже, я уже брал интервью у Черненко, у Громыка, еще у кого-то, у Тихонова, тогда был предпредседатель Совета Министров, а к нему вроде последнего, и он вроде думал, что Брежнев вычеркнул, чтобы у него не брали. И это было переживание такое, ужасно. Вы можете себе представить, вот это, когда все это знаешь, делается нехорошо. Нехорошо. В Брежневские годы происходило полное развращение общества. Коррупция приняла широчайший характер, ведь вся жизнь человека зависела от армии чиновников. Сегодня размер тогдашних взяток кажется смехотворным, но ведь и уровень жизни был иным. Высокопоставленные чиновники ездили за границу, посылали туда своих детей работать, с видимым удовольствием приобщались к материальным достижениям современной цивилизации. В Подмосковье строились роскошные по тем временам дачи, на улицах Москвы появились новенькие иномарки. Чиновная знать охотилась за модной живописью и антиквариатом. Брежнев не любил скандалов и снисходительно относился к своим подчиненным, нарушавшим законы и моральные нормы. Любовь чиновников к советской власти объяснялась возможностями, которые она перед ними открывала. В другой политической системе люди столь невысоких деловых качеств едва ли могли рассчитывать на большую карьеру. Чиновники наделялись неограниченной властью над людьми, давно уже немыслимой в других обществах. Уверенность в своем величии подкреплялась системой распределения благ, доступных только тем, кто занимал высокий пост. И это придавало дополнительную сладость принадлежности кругу избранных. Некоторые продукты и товары исчезли вовсе. Брежнев раздавал деньги, зарплаты росли, но товаров больше не стало, все дефицит. Поэтому приобретение решительно всего зависело от связи и знакомств, то есть коррупция охватила все общество. Деньги сами по себе теряли смысл. Экономика вернулась к средневековому обмену товарами и услугами. В городах вводили талоны на мясо и масло. В крупных учреждениях кое-что распределяли через систему так называемых заказов. Брежнев плохо представлял себе ситуацию в государстве. Сводки спецслужб не заменяют обычной информационной среды, которая дает знания о собственной стране. Глава государства сам стал жертвой отгороженности от мира, жестокой цензуры и бесконечного вранья в советских газетах, на радио и телевидении. Брежнев искренне полагал, что советский народ идет к коммунизму. Читал правду и верил, что как написано, так оно и есть. О том, чтобы Брежнев получал только хорошие новости, заботился председатель комитета госбезопасности Юрий Владимирович Андропов и его разбитвленный аппарат. Самый близкий человек был к нему, конечно, Андропов, Брежнев. Почти каждый день Андропов появлялся в кабинете Брежнева с толстой папкой. Самые важные материалы председатель комитета госбезопасности докладывал генеральному секретарю лично, без свидетелей. Охрана, членов Политбюро и обслуживающий персонал состояли в штате КГБ. Они ежедневно докладывали, где был подопечный, с кем встречался, что и кому говорил. Благодаря Андропову Леонид Ильич знал все о своих соратниках. Сидим мы в приемной и один раз видел такой пакет. Синий пакет Брежневу и такая надпись «Скрыть лично». «Скрыть лично». Обычно и даже из КГБ помощники раскрывали. И сейчас сидел тут Ярослав Голованов. Цуканов, значит, он говорит, Ярослав, «А что, — говорит, — Георгий Мановилович, тут, наверное, про меня, — так я на циканов не посмотрел. Ну, успокойтесь, на вас сюда не будут подавать. На вас сюда не будут. Это что-то вот такое было. Теперь я могу априорно о ком-то из соратников, наверное». Юрий Владимирович твердо стоял на страже интересов генерального секретаря и следил за тем, чтобы никто не смел слово дурного сказать о Брежневе. Высшие чиновники исходили из того, что их кабинеты и телефоны прослушиваются, опасных разговоров не вели. Неодобрительное слово в адрес генерального ломало карьеру. Я говорю, Георгий Трофимович, я вчера по телефону вот высказался по такому. Он говорит, «Ничего, не страшно, Эльбарич. Это ведь может попасть на стол вот такому-то». Так он его недолюбливает, говорит, и скажет, нам и такие люди нужны, которые остро мыслят. Но если вы сказали о первом лице, то вам конец. Вот Александр Евгеньевич Боин пострадал на этом. КГБ вновь обрел ту тайную власть, которая была подорвана пренебрежительным отношением Хрущева к чекистам. Комитет рождал не смертельный, как когда-то, но все равно страх. Даже партийная власть не была такой страшной. Она была более открытой, ей можно было попытаться что-то доказать. С тайной властью спорить было невозможно. У Андропова сложились доверительные отношения с руководителем кремлевской медицины академиком Чазовым, который во время встреч на конспиративной квартире рассказывал ему о состоянии здоровья Брежнева. Юрий Владимирович доподлинно знал, насколько одряхлел Брежнев, насколько больны и немощны его соратники по политбюро. Последние годы Андропов тяготился своим креслом. Понимал, что его время уходит с катастрофической быстротой. Боялся, что не дождется, пока Леонид Ильич уступит ему место естественным путем. Некоторые действующие лица того времени полагают, что Андропов пытался ускорить свой приход к власти. Андропов вовсе не был уверен, что сумеет стать во главе партии государства. Зато понимал, что если Брежнева сменят кто-то другой, то новому генеральному секретарю понадобится и новый председатель КГБ. Единственный человек, который переживал очень остро за здоровье Брежнева, это был Андропов. Ну, конечно, тут были личные мотивы, потому что Андропов понимал, что под Горном, Косыгине, Кириленко, если что-то случится с Брежневым и не будет, его позиция будет очень тяжелая. Поэтому он просто боролся за него, как я, за его здоровье. Ну, может быть, эта борьба-то и вышла боком потом нам. С должности председателя комитета Андропов не мог стать главой партии государства. Нужно было прежде всего вернуться в ЦК, в партийный аппарат. И Брежнев незадолго до своей смерти вернул Юрия Владимировича с Лубянки на Старую площадь. В истории болезни Андропова сказано, что он страдал от хронического заболевания надпочечников. В середине 60-х перенес мелкоочаговые инфаркты миокарда. Кроме того, у него была гипертоническая болезнь, мерцательная аритмия, хронический колит, артрит, опоясывающий лишай и частые пневмонии. Юрию Владимировичу давным-давно следовало уйти на пенсию. Но в советском аппарате этого никто не делал. Держались за свое кресло до последнего. Потому что пока ты у власти, ты человек, а вышел на пенсию, ты никто. Поэтому больной Андропов думал не об отдыхе и лечении, а только о власти. Престарелый Брежнев каждый день возникал на экранах телевизоров, а недуги Андропова тщательно скрывались и даже в высшем эшелоне не подозревали, насколько он плох. Андропов позвал меня речь шла о том, что останусь ли я работать или не останусь работать. Такой был разговор деловой. А потом в конце вдруг Андропов спросил, слушай, скажи, а когда меня переводили в ЦК, Брежнев знал, что я больной? Я был, застали меня врасплох, и я обернулся и сказал, Юрий Владимирович, а я не знаю, чем вы больны. Он говорит, ну ладно. Вот так. У него уже, оказывается, почки не было. Но поскольку это было все в большом секрете, и поскольку все манипуляции медицинские, которые каждую неделю проводили с Андроповым в ЦКБ, делали, это все было засекречено, конечно, никто не знал, болен он или не болен. Земное время Андропова истекало с катастрофической быстротой. Он боялся, что не дождется, пока Леонид Ильич уступит ему место естественным путем. Но как ускорить уход Брежнева? Вот и говорят, будто Юрий Владимирович пытался скомпрометировать окружение Брежнева и самого Леонида Ильича, чтобы подтолкнуть его к уходу. Аппарат госбезопасности позаботился о том, чтобы по стране пошли слухи о коррупции в правящей семье. В ту пору в московском обществе активно обсуждались любовные похождения, интерес к драгоценностям и близкие отношения с некоторыми сомнительными персонажами дочери генерального секретаря Галины Леонидовны Брежневой. Но возможно ли себе представить, что Юрий Владимирович сознательно допустил утечку информации о темных делишках брежневской семьи, с целью скомпрометировать Леонида Ильича? Юрий Владимирович Андропу, во-первых, человек был страшно осторожным. Страшно осторожным. Никогда ни на какие, так сказать, такие острые какие-то мероприятия, тем более против высшего руководства, а это считай против самого себя, он никогда бы не пошел. Это вот настолько было ни в его характере, ни в его установках, да. Он всегда осаживал каких-то ретивых своих подчиненных, которые пытались призывать к более активной работе по высшему руководству. Говорить о тайных антибрежневских акциях Андропова могут только те, кто не понимает, как была устроена власть. Если бы он затеял двойную игру, Брежневу бы об этом немедленно донесли. Леонид Ильич расставил на ключевые должности в комитете самых доверенных людей и знал, что происходит внутри КГБ. Пока Андропов находился на Лубянке, он делал все возможное для сохранения на посту генерального секретаря Дряхлова, но необходимого для него Брежнева. А когда Юрий Владимирович перешел в ЦК, Брежнев немедленно отрезал его от КГБ. Теперь Андропов считал, что чекисты его самого подслушивают. Чувство, определявшее поведение Юрия Владимировича Андропова, это... Страх перед Брежневым. Он очень с большим пиететом относился к Брежневу, и поэтому, когда вот говорят о том, что он какие-то заговоры плел против Брежнева, пишут об этом, я думаю, что все это билетристика такая фантазийного типа. Вот. Но, конечно, он какие-то, так сказать, лелеял мечты относительно власти. Вот. Ну, я не знаю того, кто бы был в том кругу и не лелеял бы таких желаний. Если можно говорить об этом, об этой ситуации, что, конечно, он боролся за этого и боролся за себя, Андропов, вот в этой ситуации. Боролся за Брежнев, боролся за себя. Брежнев бы наверняка, заболев, лишился власти. Если бы не успел к моменту болезни очистить политический небосклон от вероятных соперников и недоброжелателей, Брежнев надежно обезопасил себя. Престарелые члены Политбюро хотели, чтобы Леонид Ильич оставался на своем месте как можно дольше. Брежнев избавил страну и аппарат от необходимости напрягаться. Хрущев требовал новации, поиска, реформ. А Брежнев позволил расслабиться, вернул чиновников комфортному существованию. Какое-то время общество и Брежнев находились во вполне гармоничных отношениях, поскольку ничего друг от друга не требовали. Это же в его годы родилась чудная формула нашей жизни. Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем. Платили немного, но при скромных потребностях хватало. Брежнев погрузил страну в своего рода наркотическое опьянение, или точнее в приятную апатию. Когда после Леонида Ильича общество поднесут к лицу зеркало и станет ясен весь масштаб нерешаемых проблем, люди переживут шок. В перестроечные годы советское общество испытает то, что испытывают наркоманы со стажем, когда их лишают наркотика и начинается ломка. Чем дальше уходит та эпоха, тем больше тех, кто воспринимает Брежнева как символ утерянных спокойствия и надежности, стабильности и справедливости. Всего того, чего сильно не хватало нашему народу на протяжении последних лет. Торжествует такая точка зрения. Брежневские времена были совсем не так плохи. Страна успешно развивалась и сейчас мы проживаем брежневское наследство, а недостатки можно было исправить. В реальности все 18 лет его правления происходило упадок страны, который мог стать необратимым. Вот почему искать что-то позитивное в брежневской эпохе бессмысленно. Это прошлое и есть почва нынешних неуспехов и неудач. Брежнев окончательно загнал страну в тупик. Однако возможность пожизненно править страной такая система обеспечивает. Если бы врачи 4-го главного управления Минздрава медицины для начальства владели секретом бессмертия, то Леонид Ильич Брежнев вполне возможно правил бы нами и по сей день. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»